Не хочешь превратиться из автолюбителя в пешехода, тогда придется соблюдать правила дорожного движения. Теперь помимо административных, уголовных наказаний, штрафов и лишения водительских удостоверений, можно остаться и без машины. В качестве возможной дополнительной меры в отношении правонарушителей, привлеченных к уголовной ответственности, законодательно установлена возможность конфисковывать транспортное средство. В июле этого года федеральный закон о конфискации дополнился еще одним пунктом. На основании обвинительного приговора суд может забрать у правонарушителя автомобиль или иное транспортное средство, которое было соучастником преступления. Такую меру наказания можно получить за вождение в нетрезвом виде и за управление транспортом, если ранее водитель был лишен прав. В настоящее время данные изменения в законодательстве, естественно, судами применяются при вынесении итоговых решений. С судами Ульяновской области также эти изменения применяются. И судебная практика складывается именно таковым образом, что лица, в отношении которых выносятся обвинительные приговоры за совершение указанных мною выше перечисленных преступлений, транспортные средства конфискуются. Чтобы не остаться без железного друга, важно быть внимательным, соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль под шофе.